Добрый день, уважаемые участники и гости праздника. Мы рады приветствовать вас на церемонии награждения муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества «Масленичный самовар». Войлок, бумага, бублики, вата. И это еще не весь список предметов, из которых делали самовары участники конкурса декоративно-прикладного искусства. В Центре народного творчества в рамках празднования Масленицы подвели итоги и определили лучших. На церемонию награждения пришли юные жители округа с родителями, а также мастера рукоделия. Всего приняли участие более 230 работ. Это работы образовательных учреждений, детские сады, отдельные мастера декоративно-прикладного творчества и также отдельно семьи. Члены жюри отбирали лучшие работы, так как работ было очень много, было очень сложно выбрать самые достойные, потому что на самом деле работы все достойные, они все очень трудоемкие. Лучшие работы участников удостоились дипломов, лауреатов первой, второй и третьей степени. Но самую главную награду гран-при получил ученик 28-й школы Дмитрий Домышев. Шестиклассник две недели мастерил самовар в технике папье-маше. Признается, было сложно, но результат того стоил. Своё произведение юный творец назвал «Ктёщина блины». Члены жюри единогласно приняли решение отдать победу талантливому конкурсанту. Я люблю участвовать в разных конкурсах. Спасибо классному руководителю и маме за то, что я участвую здесь. Все работы мастеров конкурса «Масленичный самовар» пока находятся в клубе «Ремесел» посёлка Черняховского. Затем эту выставку сменят работы из бисера. Полюбоваться цветным плетением можно будет с 30 апреля. Диана Мазур, Роман Адонин, Телемикс.